МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турнир в честь семенитого наставника Таймураза Бабухадия, воспитавшего не одного поколения чемпионов, собрал юных борцов с различных регионов Черкесии. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Сегодня в республику прибыли депутаты Государственной Думы России Казбек Тайсаев и Иоанна Лантратова, члены рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организации по вопросам поддержки военнослужащих и их семей приняли участие в совещании с главой республики Рашидом Тимрезовым. Гости передали слова военнослужащих из Карачаева-Черкесии, которые говорили о том, что чувствуют поддержку со стороны своих семей, органов власти республики и общественных организаций по всем вопросам, которые сейчас актуальны на фронте, начиная от обеспечения обмундированием, заканчивая простой теплотой и поддержкой из дома. На совещании обсудили вопросы помощи военнослужащим, участвующим в СВО и членам их семей. Что важно, что увидели общность народа Карачаева-Черкесии, всех народов, увидели, какой объем помощи оказывают просто общественные организации, какой объем помощи оказывают бизнесы. Это очень важно. Сегодня мы договорились, что по итогам мы организуем системную работу по телемостам, на которых мобилизованные могут по видеосвязи встретиться со своими семьями. Такая работа будет организована. И обязательно из Карачаева-Черкесской республики мы подготовим отдельный объем региональных газет, в которых будет отражено, что делают депутаты для того, чтобы создать комфортную законодательную базу для семей и для мобилизованных. И самое главное, что делает республика по помощи и поддержке тем семьям, которые здесь живут. Самое главное, что мы для себя поставили задачу, чтобы эта помощь, которая оказывается, она была, я говорю сейчас о наших контрактниках и о мобилизованных, и о добровольцах, чтобы она была прямо адресной и доходила до каждого. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев провел заседание коллеги ведомства по итогам деятельности за 2022 год. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи. Министр отметил, что в отчетном году была проделана значительная работа по обеспечению стабильной обстановки в республике, по нейтрализации угроз достижения национальных целей развития страны. Что касается итогов, то в 2022 году отмечается рост правонарушений на 2%, тяжких и особо тяжких преступлений на 19%. Продолжают свое широкое распространение преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Вместе с тем, Карачаево-Черкесия входит в десятку регионов, в которых отмечено снижение числа убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе автомобильных грабежей, разбоев, мошенничеств, поджогов. Реализованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведена статистическая оценка деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне за 2022 год, согласно которой первое место занимает ОМВД России по Малакрачаевскому району, второе – Джигутинский и третье – Прикубанский. По итогам заседания коллегии министр Олег Мальцев поставил перед подчиненными ряд важных задач и поблагодарил их за работу. Общественники держат вопросы строительства и ремонта социальных объектов в Республике на контроле. Мониторинг начали с третьей школы Черкеска. На этот объект с проверкой приезжали не раз. Для проведения капитального ремонта школу освободили год назад. Образовательный процесс учащихся продолжается в 18-й гимназии и 10-й школе Черкеска. Но все ждут возвращения в свое учебное заведение. На каком этапе сейчас строительные работы в третьей школе расскажет Альбина Ламкова. На пленарном заседании был поставлен вопрос об усилении контроля со стороны общественных палат регионов о строительстве социальных объектов, в том числе и капитального ремонта школ. Сейчас идет активная реализация данного направления. Не только потому, что общественная палата Российской Федерации ставит данный вопрос, а потому что мы сами общественники, являясь жителями Крачаева-Черкесии, являясь теми же родителями, бабушками и дедушками. И к нам приходят различные обращения, неравнодушные граждане. Общественный мониторинг стартовал с третьей школы Черкеска. Затем проверят Ногайский район, Станицу Зеленчукскую и Староживую. И дальше по графику отметила Елена Лешова. В заключении выездных встреч проведут заседание круглого стола. В процессе мониторинга были и спорные моменты, но они тут же на месте находили решение. Теперь мы будем засыпать, витамировать и сверху уже будем на старшую стену делать полы. В школе атмосфера большой стройки. Несмотря на то, что учебное заведение уже год на ремонте, впереди еще немаленький объем работ. Речь идет об обновлении фасада, кровли, фундамента, потолков, полов. Также ремонт учебных классов, актового спортивного зала, пищеблока. Требуется замена дверей, перекрытий, инженерных систем, вентиляции, отопления, электропроводки и многое другое. В данный момент работают штукатурщики, кровельщики, плотники, специалисты по демонтажу. Специально прошусь в комиссию. Обязательно. Будем рады ждать. Да, да. Обязательно. Не халтурьте. Все работы ведутся параллельно. Решения по дизайну, по тем особенностям, которые необходимо сделать именно для этой школы, нужно принять сообща, отметили на встрече. Мы увидели, что работы ведутся, что они не стоят уже хорошо, уже большой плюс. Во-первых, увидели, что подрядчик заинтересован и готов к работе. И нам обещает, и говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим. Но обещать не значит жениться, поэтому на то мы, соответственно, здесь, общественники, и собрались. Сергей Владимирович в строительной отрасли проработал 40 лет. Он в этом деле хорошо разбирается. Работа только начата, поэтому каких-то окончательных выводов делать рано. Но стремление подрядчика сделать хорошо и качественно есть, видно по всем подходам. Хотя недостатков немало. И я бы хотел призвать подрядчика больше, так сказать, вникать в проектную техническую документацию. Сейчас, конечно, новые технологии, оборудование. Поэтому и строители не стоят на месте, учатся. Количество задействованных людей на объекте зависит от погоды на улице. Сами понимаете, сейчас холод, и в многих местах я штукатурить не могу, я пушками грею. Людей, конечно, будет намного больше, чуть распогодится. Я же говорю, проект большой. И есть моменты выходят, которые проектам не учтены. Вот мы вызываем проектировщика, согласовываем это все, что мы вот такое решение принимаем. То есть совместно принимаем решение и исправляем данные моменты. В споре рождается истина. Я, наоборот, приветствую такие моменты. Почему? Чтобы до правды, до истины докопаться. Весь необходимый металл для кровли уже завезли на объект. В ближайшее время после анализа потолочных балок займутся карнизом. Его будут подшивать железом. Ремонтные работы находятся на середине пути, отметил Надир Надирович. Через месяц будет другая картина. На сегодняшний день в третьей школе ведут демонтажные работы. И они, по большому счету, уже завершены. Идет отделка этажей, штукатурка, шпаклевка и покраска. В процессе работы выясняются и аварийные участки. Их тут же дорабатывают. Строители уверяют, что объект будет сдан к оговоренным срокам. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Под председательством премьер-министра Карачаево-Черкесии Мурата Аргунова прошло заседание Совета по проектной деятельности. Собравшиеся обсудили итоги реализации нацпроектов в 2022 году и планы на 2023 год. В текущем году в Карачаево-Черкесии запланированы строительство, ремонт и реконструкция 159 социально значимых объектов. Это территории дворов, участки автомобильной дороги, школы, объекты спортивного назначения, культуры, здравоохранения, водоснабжения, инженерной и транспортной инфраструктуры. Цифровая экономика, модели и прогнозы. Это тема публичной лекции, с которой в Северокавказской государственной академии выступил профессор МГУ, доктор физико-математических наук Оскар Акаев. На встрече со студентами и преподавательским составом нашего вуза первый президент независимой Киргизии, ученый и политик с мировым именем Оскар Акаевич говорил не только о науке, но и о том, насколько важно согласие в межнациональных отношениях, как консолидирующая сила созидания и развития экономики и общества. Ахмат Халкевич подробнее. В большой аудитории Северокавказской государственной академии собрались в основном студенты и преподаватели институтов экономики и управления из цифровых технологий. Однако послушать академика пришли и студенты непрофильных факультетов. Как объясняют сами молодые люди, не совсем логичный, на первый взгляд, интерес обусловлен тем, что темы лекции и прогнозы профессора Оскара Акаевича актуальны для всех. Будет цифровая экономика, в которой ключевую роль будут играть уже интеллектуальные машины, машины, то есть это компьютеры, роботы с элементами искусственного интеллекта, а они начнут забирать работу у среднего класса прежде всего. То есть если до сих пор автоматизация, она помогала людям, забирая тяжелый физический труд, мы радовались. Уже многие в банках, в разных учреждениях теряют работу, потому что их забирают потихоньку компьютеры, умные роботы. Есть целые заводы, где работают одни роботы, управляют компьютерами. Хоть и прогнозы академика Акаева не совсем позитивные, но студентов и будущих его коллег они не сильно расстроили. Тем более и сам Оскар Акаевич в конце своего тезиса отметил, что на смену профессий, которые у людей отберут умные машины, обязательно возникнут новые. Как и сказал Аскар Акаевич, я повторю его слова, то есть я с ним полностью согласен. Спустя 30-50 лет многие профессии исчезнут. Просто образованный человек, обладающий компетенциями, в любом случае найдет себе работу, он не останется ни у него. Участникам встречи Аскар Акаев также поведал о том, как он ушел из науки в политику, об интересных моментах эпохи Горбачевской перестройки и о том, почему, на его взгляд, наша страна и наша республика уверенно стоят на пути социального и экономического развития. Крайне важным фактором роста нашего региона, как самостоятельного субъекта России, он назвал крепко спаянную дружбу наших народов. Республика наша не чужая для него. Он знает народы Карачао-Черкесии, много друзей. И, наверное, за последнее время это такой один из самых ярких представителей науки, который посетил нашу республику и пообщался, выступил перед студентами Зерокавказской государственной академии. В завершении встречи ректор Зерокавказской государственной академии Руслан Качкаров поблагодарил Аскара Акаева за оказанную честь. Также выразил надежду на еще более тесное сотрудничество между вузами. Ахмат Халкесчев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Детская образцовая студия национального танца Таулу из Карачаевска стала чемпионом России по народным танцам, а руководитель Шамиля Секко признал лучшим балетмейстером-репетитором на всероссийском конкурсе. В Москве состоялся финал чемпионата страны по народным танцам имени Кольцовой, в котором Карачаевский городской округ был представлен детской образцовой студией национального танца Таулу. Коллектив стал чемпионом России по народным танцам в номинации «Народная стилизация» и вице-чемпионом в номинации «Народный танец. Юношеская возрастная категория». Каждая победа – стимул для новых достижений, а упорство и труд непременно к ним приведут, отметил Шамиль Секко. Во дворце спорта «Юбилейный» завершился межрегиональный турнир по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухазия. Сильнейших определяли среди спортсменов 2010-2015 годов рождения в 24 весовых категориях. За состязаниями следил Ахмат Халкичев. Броски, захваты и удерживание противника. Со стартом состязаний жарко становится не только на ковре, но и на зрительских трибунах. Этот турнир проводится ежегодно. И в этом году намного больше участников, чем в предыдущие годы. И география тоже расширилась. Турнир, в честь нашего именитого наставника Таймураза Бабухазия, воспитавшего не одно поколение чемпионов, собирает юных борцов со всей страны. Состязания организованы по инициативе РКОС-спортивной школы номер 5 города Черкеска при поддержке и управлении физической культурой и спорта республиканской столицы. Дети опыт набираются на таких соревнованиях. У нас сейчас года 2000-2011, 12-13 и 14-е годы, и младшие у нас идут сейчас. Турнир шел два дня. В финальных схватках спортмены боролись за золото состязаний. Несмотря на юный возраст участников, уровень конкуренции крайне высок. Оно и понятно, ведь соревнования собрали свыше 300 юных борцов из более чем 15 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья. Это очень достойный турнир. Мы рады, что мы приняли участие. И мы всегда принимаем такие приглашения и с удовольствием едем. Привезли мы с Крыма 7 человек. У нас уже один чемпион, 3 третьих места и ждем еще финальной схватки. Занимаюсь еще 4 года. Соперники очень опытные были. А в финальном тоже достойный. Набрал... Уже набрал силы. Мне было трудно очень. Ну а первую золотую медаль турнира в общую копилку Крачево-Черкесии принес Алим Гогов, выступавший в категории 24 килограмма. Юному спортсмену пришлось провести 4 схватки, чтобы стать чемпионом турнира. Сегодня на соревнованиях, когда ты только вышел на первую схватку, какие расчеты у тебя были? Победить. И сомнений с самого начала не было, что ты окажешься в финале и выиграешь. Как ты думаешь, что тебе помогло выиграть? К концу соревнований наши борцы в общей сложности выиграли 3 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Алим Гогов, Назаркиков и Артур Пуаршев. Ну а Тимофей Малиночкин и Эмир Ксалов завоевали серебро. Бронзовые медали Орина Табыкова, Рахима Сатемирова, Эльдара Меремкулова, Ансара Кунижева, Давида Григоряна, Нарта Псигунова и Азамата Нахушева. Ахмат Латкичев, Расул Бергиев, Вести Крачаево, Черкесия. Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» продолжается неделя приемов по вопросам социальной поддержки населения. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу Черкесск, проспект Ленин, 154, с 10 до 13 часов. Весной 2021 года было поручение президента России о том, что доведение газовой инфраструктуры до домовладений граждан было проведено без привлечения их личных средств. Масштабный проект охватывает территорию всей страны. Как реализуется поручение Владимира Путина по социальной дегазификации в Карачево-Черкесии смотрите далее в специальном репортаже. А наш выпуск завершен.